Устроить детей в детский сад это настоящий квест, и я думаю, что многие родители нас поймут. А если это двойня? В два раза сложнее. И в два раза больше денег. А если это вообще в Индонезии и на острове Бали? Уровень сложности невероятный. И вот за последний месяц нам пришлось пройти этот квест на максималках. Идем в детский сад. Идем в детский сад. В первую очередь нужно сказать, что существует большая разница между тем, как отдавать детей в СНГ. Вот мы, например, из Беларуси, и как это делается на Бали. Из плюсов. На Бали все международные сады и школы используют только современные методы образования. А, конечно, тут есть и государственные сады и школы, но в основном это всего лишь пару часов в день. Конечно, это дешево, но это все на Бахате. И, разумеется, уровень знаний там тоже, вы понимаете, какой. Из минусов это то, что постсоветскому менталитету, как нашему, очень сложно осознавать, что сады и школы для маленьких стоят больших денег. Но, с другой стороны, что еще ждать от частных заведений, где вашим детям предоставляют запредельный уровень внимания и заботы по последнему слову современной педагогики. Плюс качественное и сбалансированное питание. На Бали много международных садов и школ, и нам предстоит выбрать лучшие из них для наших любимых девчонок. Мы объехали 10 детских балийских садов и школ в районе Убуд. Просто детские сады тут часто открываются на базе школ именно. И это было поистине интересное приключение. Нам, людям выросшим в советской Белоруссии, было неописуемо интересно наблюдать, в каких условиях сегодня имеют возможность расти современные дети. Очень много эмоций и впечатлений. Кстати, мы делали большое видео с обзором всех садов, которые посетили, и предлагаем вам испытать все эти эмоции. В конце видео будет ссылка, ну и в описании тоже ссылочку оставлю. Так, я немного волнуюсь. Сегодня первый день, как мы отдаем детей в сад. Итак, мы выбрали детский сад, и это Балукиц. По-настоящему отдаем в сад, по-настоящему они остаются. Это премиальный детский сад по методике образования Монте-Сори. Территория сада, тысячи квадратных метров, обучение на английском языке, питание, разработанное нутрициологом, своя детская площадка и бассейн, большой выбор дополнительных занятий, свой школьный автобус для бесплатной доставки детей с парки и центральной парковки Убуда. Но самое главное, что нас зацепило, это индивидуальный подход в развитии, учитывая запросы родителей, характеристики и потребности каждого ребенка. Нам дали рекомендации, как разговаривать, как подготовить их морально, это очень важно. Прежде всего, когда к нам приходят родители на экскурсию, мы им рассказываем про то, что адаптация – это самый ответственный момент в вхождении ребенка в детский сад. После этого, когда они принимают решение о том, что они будут к нам ходить, мы даем документ, разработанный нами, чтобы родители увидели все тонкости адаптации, и мы сразу же договорились заранее о правилах адаптации. Приехав на экскурсию в этот сад, мы сначала прям поразились. Это вот видно даже в видео про обзоры всех садов, потому что мы там прям, вау, все так чисто, чинно. Нас встретила сама хозяйка садика, Оля, она провела нам личную экскурсию. Мы пообщались, познакомились, узнали историю этого садика, и стало все понятно, почему он такой крутой. Она, когда приехала на Бали, не смогла найти достойный детский сад для своих детей, и решила открыть такой крафтовый детский сад, семейный детский сад, который бы ее устроил. И прямо во время экскурсии я поняла, что хочу именно сюда отдать моих детей. И детям тоже понравилось. И вроде пока хотят, но все равно очень волнительно, потому что я не знаю, чем это вообще закончится сегодня. Первый раз, и, ну, будем смотреть. Едем пробовать. И мы решили, что в первый раз завезет их туда именно папа. Так будет всем легче. Девочки, я уеду в садик. Вы хотите ехать? Да. Еще немножко я несу. Волнуешься? Да, немножечко, конечно. Первый раз, вот, когда начались разговоры про адаптацию, да, обычно в таких простых индонезийских садах, до этого разговоры не доходят. Мы ведем активную работу с родителями во время адаптации, потому что это работа с двух сторон. Ответственность как садов, так и родителей. То есть у нас нет такого, что родитель пришел, отдал ребенка и забыл про него. Тогда ребенок будет всегда в стрессе, и нам нужно постоянно быть на контакте с родителями. Помашите маме ручкой. Все, мы поехали. Сейчас мы приедем, и мой друг Андрей вам все расскажет и покажет. И папа будет рядом сидеть, если что ко мне можно будет прийти, я буду рядышком всегда, да. Если что можно прийти, папу обнять. И вообще, кстати, вы можете выбрать все, что вам нравится. Они вам дадут или порисовать, или полепить. Но мне тоже там очень нравится. Я хочу сидеть и работать там. Там сказали, что есть место для взрослых. Я буду сидеть с компьютером работать. Здорово? Да. И буду рядышком, да? Да. Да. Надеюсь, прокатит. Чисто технически все очень просто. Пришел на собеседование. Вот дали нам документики. Мы подписали договор. Все, на следующий день уже дети идут в сад. Никакой бюрократии, никаких этих проволочек, каких-то суперпроверок, какой-то фигни всякой. Вот все быстро. И... Аккуратно. Добавь, да. Девочки, я здесь. Я тут жду вас, не бойтесь, я никуда не убегу. Пошли куда-то с воспитательницей смотреть на ночное небо. Здесь есть комната для отдыха, для сна. Они пошли смотреть с ней. За девочками сразу же закрепили англоговорящего педагога, который отвечает за них в период адаптации. И является связующим звеном для детей между родителями и садом. Встречает их, провожает, поддерживает. Тея, кстати, сразу доверилась и подружилась. Это очень облегчило процесс. А вот Лиан неожиданно больше смущалась. Мы позиционируем себя как международную организацию. И у нас есть пять индонезийских учителей, которые преподают на английском языке. И 90% общения между взрослыми и детьми происходит на английском. Но в то же самое время у нас есть два педагога, которые могут работать с детьми на русском языке. Это для тех ребят, которые еще совсем маленькие, и им сложно адаптироваться к экзотичной внешности и незнакомому языку. И для ребят, которые сложно работают с английским языком. Мы связываем между семьей и русскоязычным педагогом. После этого, когда ребенок включился в работу сада, мы начинаем связывать от русскоязычного педагога к англоязычным педагогам. Пространство, конечно, бомбическое. То, что мы хотели, когда общались с Настей, до того, как мы начали смотреться, да еще задолго, что хотелось, чтобы это было по-болейски, по-островному. Чтобы это было чисто, аккуратно, досмотрено. Также мы создаем чат для отдельного ребенка, куда педагог отписывает отдельно результаты сегодняшнего дня, как ребенок себя чувствовал, что он кушал, с кем общался, как ориентировался в правилах, как спал, и разные дополнительные замечания. В первый же день меня добавили в группу родителей. Менеджеры и воспитатели, воспитательницы шлют подробный отчет, что ребенок делал, чем он занимался, что он кушал, что его волновало, на какие дополнительные занятия, кружки он ходил. Полтора часа, просто как отдал их воспитателю, они только через полтора часа вышли, помахали мне, и кричит Леон, папа, я хочу, чтобы ты уехал. Все, малыш, я уезжаю, вы остаетесь в садике? Да? Остаетесь. А я приеду, когда вы поспите, и проснетесь, и поиграете, да? Проснемся тут. И поиграете, и покушаете, да? В этом приду за вами, да? Все, обнимашки. Все, Тея, остаешься здесь? Я приеду, когда вы поиграете и покушаете. Обнимашки? Да. Все классно. Меня вообще поразил их подход к работе с родителями, в первую очередь, с родителями. Постоянное нахождение с ними в контакте. Если у ребенка случился какой-то сложный эмоциональный период, или может быть какие-то изменения в семье, то мы просим родителей нам мгновенно сообщать, они могут мне написать. Я сразу же передаю эту информацию педагогам, чтобы мы меняли среду под ребенка, наш подход к ребенку. Потому что бывают разные периоды, и разные периоды требуют разных методов. Ну что, приехал забирать. Посмотрим, как они тут у нас. Привет, девочки! Ну как, у вас дела? Папа! Сердечко! И цветочек! Девочки, вам понравилось в саду? Завтра пойдем? Да. Малыш, расскажи, вы спали сегодня? Угу. Смузи делали? И пили. Но смузи из акулеса и из купли. Вернулись после первого дня в таком настроении крутом. Какие-то у них сразу же поделки были. Им там подарили подарки. А я была сама. Почетные члены Балки. Боже, у детей столько эмоций. Они мне всю дорогу прожужжали сейчас, что нам подарили какие-то майки. Приезжаем домой, они достают у них майки свои. Прикольно. Класс. Опа! Блин, ну они класс, прям свой мерч сделали, подарили детям. Но это реально такой подход крутой. Тейнкью! Лиан, говори, thank you. Тейнкью! Тейнкью! На второй день нам пришлось отвезти детей вдвоем. И восторг пока продолжался. Куда едем? В детский сад. Я же шоу. Как называется? Пауки! Дети убежали в детский сад. Не успели мы только с байка слезть. Все, мы просто пошли и пошли. Дай бог. Второй день просто взяли и пошли. Мы вот прям пока немножко по впечатлениям. Игорь, я отдыхаю. Теперь у меня есть такая возможность. Самая главная фишка, это вот по поводу цены. Здесь до пол шестого. Это просто невероятно. У меня знакомые, мои подружки, мамочки, спрашивают, так до скольки сад? Я говорю, да мне даже неловко вам говорить, до пол шестого. Они такие, что? О боже! Пол шестого, это же просто рай. Как вот это сад. Может ничего больше мне не рассказывать? Просто до пол шестого этим все сказано. И при том, что я сначала переживала, да, думала, ну как, ну они там целый день, может быть, сначала на пол дня. Но там все так грамотно выстроен распорядок дня, и они там поспали. Первый день в саду они уже сами там поспали на своих матрасиках. Дома уже не сядутся. Класс. Я и дома не могу уложить, там не поспали со всеми вместе детками. И прибежали мне и говорят, мама, мы ели блинчики такие, как у тебя зеленые и с авокадо. Наше меню разработано специально нутрициологом, но мы постоянно находимся в процессе его переработки и опять-таки тесного контакта с родителями. Если ребенок что-то не кушает, если у него какие-то особые отношения с продуктом, то мы, конечно, подстраиваем от ребенка систему питания и предлагаем то, что он может кушать. Это так мило. Видите, как чистенько. Толовая. А тут все сами подходят, накрывают себе сами на стол. Все самостоятельно, скажем, вилочку, все обувь. Тут сами наливают водичку. К примеру, у нас есть несколько человек, у которых есть непереносимость лактозы, есть несколько человек веганов, есть несколько человек, которые просто эмоционально не воспринимают какие-то продукты, которые у нас в меню, и мы ищем этому замену. Я все время могу посмотреть, что едят дети, я могу какой-то специальный запрос отправить, меня выслушают с уважением, рассмотрят предложения, скажут, придумают выходы какие-то. Что это? Цикады. Мы же на Бали, нормально, цикады. Еще классная фишка, что здесь не нужно платить за целый год или за семестр, как это часто вот в некоторых заведениях. Просто манс-бай-манс, помещично платишь, и это очень удобно. Кстати, это очень удобно еще для тех, кто приезжает сюда на какой-то короткий период. Они берут детей на короткие периоды, даже на меньше месяцев. На отдых или на зимовку просто перевели детей, отдали. Ваши дети будут там в элитном премиальном садике, вы просто будете сидеть, чилить на Бали, тусуйтесь, балдеете. Класс. И обратно. Да, это прикол. Ну просто вообще сами ощущения, что прям чувствуется, очень сильно чувствуется новый этап. Ну да, мы не обольщаемся, потому что говорят, вот кстати, специалисты из этого сада, вот не обольщайтесь. 75% детей уходят в откат через 2 недели. Это возможно, что они через 2 недели начнут говорить, ой, не хочу, надо им присытиться как-то вся эта история. Посмотрим пока что. Пока просто записываем эмоции, наблюдаем, но мы уже в любом случае влюбились, блин, в это место, потому что, ну вот это место, куда хочется отдать своих детей. Вот у нас там. Конечно, мне понравилось, что там есть какая-то система. Конечно, мне понравилось, что этот сад Монте-Сори. Все же этот сад, чем крут, чем он нас привлек больше всего, он такой является промежуточной ступенью, между совсем полностью таким раздолбайством и фривольностью и школой, где будет в любом случае, какая бы ни была школа, в любом случае будет какая-то система. И этот сад, он приучает к самоорганизации, к самостоятельности. В общем, здесь уже общение на таком уровне с детьми происходит, что они должны понимать, уважать чужие границы, чужой труд, время. Ну вот такие вот вещи очень важные, базовые, на которые не всегда у родителей есть возможность обращать внимание в обычной жизни, потому что все вот родители на выгорании, уставшие. Олины дети в Москве ходили в Монте-Сори детский сад, соответственно, у нее был запрос, чтобы на Бали было то же самое. И Оля открыла детский сад по методу Монте-Сори. Для этого она купила много материалов, нашла специально в Монте-Сори педагога. И постоянно мы следим за последними тенденциями в гуманистическом образовании и подпитываем этих наших педагогов. Тут, конечно, я пришла, я увидела, какого качества материалы для развития по методике Монте-Сори все деревянное. Деревянное. И именно, что вот качество, знаете, вот как один раз только такое увидела на Бали в каком-то очень классном лакшери отеле. В игровой все игрушки были очень дорогие, заказанные из Сингапура. И вот тут второй раз я встретила вот эта комната, нафаршированная крутыми пособиями, развивающими игрушками. Все деревянное, все супер экологичное. А вот эти самые материалы, они закуплены у нас одним большим паком в Китае на специализированном заводе. И они у нас рассортированы по тематикам. Мы постоянно проводим ротацию материалов на более свежую версию. Например, подписывайтесь на Палычу, Киев. Еще один вариант взаимодействия с родителями это организация каких-то публичных мероприятий. И у нас есть опыт в этом деле. Мы организовали ярмарку, на ней было примерно 150, наверное, 200 человек. Мы долго к этому готовились. И идея принадлежит Оле. Оля это создательница сада. И мы только-только пришли в этот сад, как уже там состоялся. Очень классный праздник, от которого просто все были в восторге. Тебе понравилось? Концерт понравился? Потом сразу же я попала на встречу, Оля организовала встречу с нутрициологом профессиональным, и мы просто там часа три сидели и разбирали питание. Активно взаимодействую с родителями, она всегда на связи, она поддерживает их, может быть, психологически, советом как-то, потому что у нее есть опыт в целительстве много лет, и она всегда с радостью поддержит всех желающих. Ко всем предложениям руководства открыто, это очень ценно. Еще Оля организовала встречу, как бы родительское собрание, но по факту мы о детях вообще не говорили. Я это назвала свидание для мамочек, все познакомились, обменяли своим опытом, рассказали о себе. Много как и следовало ожидать, эйфория длилась недолго, и откат случился. Едем в детский садик? Нет. Почему? А почему мисс Ифа ждет? Ты хочешь ехать, Лен? Да. Хочешь ехать к мисс Ифа? Да. Хух, нанесло. Не бойтесь, что сегодня играть. Ну, давай я с тобой побуду. Детей наступают различные периоды. Как правило, в начале у ребенка период такого восторга, несколько дней они ходят с интересом, потом у ребенка возникает момент отката. Примерно неделю-две, наверное, это идет. Сегодня четвертый день, и они не захотели идти в сад. Первый раз они отказываются, сегодня приходится маме немного тут с ними поиграть, мы остаемся. Воспитатель, который связующий, вот он с нами, где-то тут рядом. В общем, первый отказ на четвертый день, но это после выходных и после еще дня рождения. Я не хочу здесь. Здесь не хочешь быть? Солнышко, но мне нужно работать. Именно в этот момент важно взрослому дать поддержать ребенка, и у нас работает такой круг. Взрослый поддерживает своего ребенка, мы поддерживаем взрослого. Чтобы ребенок чувствовал себя хорошо в детском саду, нужно, чтобы он чувствовал уверенность от родителя, а уверенность от родителя берется от уверенности в педагоге, поэтому этот круг очень важен. удастся в педагоге. Удастся в педагоге. Удастся в педагоге. отводит детей, потому что так проще, и мы так решили делать. И какие-то папы по две недели спали на скамеечках, ждали. Этот адаптационный период проходил очень-очень сложно. Пойдем, мисс Ифа здесь тебя ждет. Ну, у нас всего пару дней вот это случилось, и потом вроде все равно пришло принятие благодаря вот этим грамотным разговорам, постоянным методичным разговорам с детьми. Вот так все устроено, малыш, мы с мамой должны работать, а детки ходят в садик, твоя подружка Алисия ходит в садик, тоже в школу уже, детки, которые постарше. Мне нужно поехать на работу, зайка, я по работаю и приеду за вами, слышишь? Кстати, проблема с этим нежеланием идти в сад буквально на пару минут, потом сразу же мы, как я ухожу, они там что-то дуются, я вот ухожу, это было пару раз, потом уже сразу летят фотки от воспитателя, что они уже довольны, клеят, лепят вот эту всю тему вот эти подделки, они прямо сейчас вообще просто аж пищат. И потом, когда утром ты вот эти все проблемы проходил, потом забираешь их из сада вечером и просто вообще не понимаешь, что было утром. Скажи, пожалуйста, когда я уехал, ты сильно грустила? Да? А потом, а потом ты стала веселая? Будем ходить в садик следующей неделе. Смесь, Ифа и будешь оставаться? Не будешь плакать? Угу. Не будешь плакать? Угу. 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 кури. Мои сладкие. Так, так, так. Ой, дурдом, короче. Столько эмоций. Эти качели вверх-вниз, вверх-вниз. Кровью сердца обливаются, когда вот эти слезы, а потом прибегаешь. Было весело. Чего бы мне хотелось и что я не увидела, это то, что там нет животных. Я, конечно, понимаю, что на самом деле существуют абсолютно разные мнения на этот счет. Эти животные, они непонятные, у кого-то может быть аллергия, у животных там могут быть тоже паразиты. Кто-то из родителей переживал, что могут поцарапать или там покусать или вот эта вся антисанитария. Коррективным решением родительским было принято, что вот будет сад без животных. Еще мне бы, конечно, хотелось, чтобы в садике больше организовывали выездов. У них, кстати, был тоже выезд уже на выставку кошек, это тоже очень классно. Но вот мне бы хотелось больше, возможно, какую-то картинную галерею или, возможно, храм, или выезды на пляж, потому что мы сейчас живем в Убуде. Может, владелица наша прекрасная Оля, может, посмотрит на видео и, может быть, добавит что-нибудь в расписание. Еще из минусов касательно бассейна. В саду есть большой бассейн, но, как вот я заметил, по-моему, во всех остальных садах бассейн на общих основаниях раз в неделю или два раза в неделю ходят. здесь это только как дополнительное занятие. На общих основаниях это просто поплюхаться, а здесь можно прям нанять педагога и чтобы отдельно занимались с детьми два раза в неделю. Вот мы планируем взять, кстати, дополнительное занятие по плаванию, потому что наши дети любят плавать, любят бассейн. И отсутствие парковки. И у садика такая локация, что такой узкий проезд, не всегда удобно там разминаться туда-сюда. По локации по локации тут у всех садов вот такая история. Я уже рассказал в обзоре садиков, что ну, чтобы была территория, чтобы было много пространства, в центре Убуду, конечно же, невозможно найти место. Либо это будет ультраплазма, дорого и невыгодно для владельцев, для тех, кто открывает. Поэтому, конечно, локация у всех ну, так вот, как есть. Все паркуются на повороте, прогуливают СМИ пару метров, ничего страшного. Я пока девочек в другом детском саду не вижу. Им здесь очень нравится. Мое материнское сердце уверенно и спокойно. Я знаю, что они там развиваются, что они классно проводят время, с пользой. Я теперь понимаю, что значит, когда говорят, этот человек открыл детский сад для своих детей. То есть, я уже это понимаю, потому что там видно, что это все сделано с душой. Так, как я бы тоже сделала для своих детей. Ну, конечно, отдельный респект. Безмерная благодарность за то, как они работают с родителями. Когда ребенок к нам ходит уже несколько месяцев, мы зовем родителей на индивидуальную встречу, чтобы с ними обсудить особенности поведения ребенка, наше видение ребенка, их видение ребенка, чтобы в конце сложить один большой портрет. Потому что ребенок без родителей и ребенок с родителями это два разных человека и важно работать в одном направлении и в одних системах координат. Пока-пока. Окей. Все лучше и лучше. Привет. Привет. Что, завтра какая-то выставка, да? Обязательно поставьте лайк этому видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал, будет много крутого контента, потому что это самый лучший канал о жизни на Бали. Проверьте сами, посмотрите другие видео. Увидимся в новых. Пока.